По оценкам Международного рейтингового агентства МУДИС в 2017-2018 годах, внешний долг Таджикистана увеличится почти вдвое, составив до 55% от ВВП страны. МУДИС прогнозирует увеличение долга Таджикистана в связи с внешним заимствованием, которое берется под предлогом необходимости достройки Рагунской ГЭС. В докладе рейтингового агентства, который был опубликован 20 октября, оценивается экономический потенциал экономик стран мира. Прямо отмечается, что большую часть внешнего заимствования Таджикистан получил в иностранной валюте, но из-за курсовой разницы с национальной валютой с ОМОНИ, очень сложно будет погасить долг с процентами. По мнению таджикского экономиста Нур Сафарова, если страна своевременно не вернет долги с процентами, таджикской экономике будет грозить дефолт. То есть отказ от своих обязательств, что в капиталистической экономической модели означает крах. Также стоит напомнить, что правительство Таджикистана на сегодняшний день запросило ОМВФ кредит в размере 500 миллионов долларов. Кроме этого, в сентябре текущего года Таджикистан разместил и продал на американском рынке гособлигации на сумму 500 миллионов долларов, не считая предыдущие займы, которые были взяты у разных кредитных организаций. Наблюдатель отмечает, что президент Рахмон, при визите в любое иностранное государство, просит под разнообразными предлогами кредиты и инвестиции в арабских странах Китая и так далее. При этом остается открытым вопрос, куда деваются эти деньги и кто будет выплачивать эти кредиты. Продолжение следует...